Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал пришел следующий весьма актуальный вопрос. Может ли нейросеть заменить баджишек? Знаете, когда-то мы думали, что придут роботы, придет искусственный интеллект и заменит все сложные тяжелые профессии шахтеров, геологов. По факту видим, как теряют работу дизайнеры, копирайтеры и прочие специалисты интеллектуального труда. Несколько неожиданно с их точки зрения. Мы находимся только в начале развития искусственного интеллекта. Судя по всему, кем-то он будет как минимум для простого народа притормаживаться для того, чтобы мы не могли пользоваться всеми возможностями этого явления в нашей жизни во вред себе, во вред в том числе разным специалистам. Пока он будет рисовать бесконечно картинки людей с шестью-семи пальцами, то, наверное, все-таки дизайнеры без работы не останутся. Но, тем не менее, мы видим, как они очень плотно входят в нашу жизнь, особенно связанные с текстами. Ты заходишь в какой-нибудь браузер, он тебе сразу предлагает статью сократить и дать краткую выжимку того, что в ней написано. Помните, как мы в пятом классе постоянно писали план каких-то больших текстов? Вот, он это делает за секунду. И если тебе не хочется читать весь текст, то можешь прочитать выборку. Делать неплохо, совершенно чётко и по существу. Уже ни один батюшка уже пробовал задать этим соцсетям проповедь на сегодняшнее евангельское чтение. Да, несколько суховато, но вполне себе академический тон выдержан, никаких еретических заблуждений, никаких глупостей, чётко и по существу. Да, как-то без эмоций, без присутствия темперамента проповедника. Идеальная проповедь конца 19-го, начала 20-го века, или даже для современного священнослужителя, который проповедует не только при прихожанах, но и при, допустим, руководстве. Так, чтобы как бы чего не вышло со всеми своими шуточками, прибауточками, когда руководства нет. Картинки пишут вполне солидно. Если у кого-то раньше была проблема выкладывания, поиска картинок в тех соцсетях, где они нужны обязательно для того, чтобы ещё и текст выложить, теперь спокойно их выкладывают. И мы видим, что в нашу жизнь они внедряются очень плотненько. Существуют уже тысячи всяких там ботов, которые помогают тебе в ведении страницы, в обучении, работе и так далее. Но кого они не заменят никогда? Учителей помогут, но не заменят. Врачей помогут, но не заменят. Священников найдите мне искусный интеллект, который прочитает разрешительную молитву. Как его, рукополагать теперь, что ли? Благодать святого духа на него сойдёт. И как теперь что? Подходишь в специальную коробочку, такую комнатку для исповеди, нажимаешь на кнопочку, и он теперь потом гнусам, голосочкам говорит, прощаю, разрешаю. Ну, немножко не то. Опречаться как? Исповедоваться, окреститься. Да, он может помочь составить проповедь. Да, он может помочь составить отчёт. Раньше так, как было. 40 минут проводишь какой-нибудь урок или встречу с подростками, и потом полтора часа пишешь отчёт об этом. Где провёл, когда провёл, какие результаты, какая реакция слушателей, а что полезного из этого изъяли? Вот сидишь полтора часа, об этом думаешь. А так щёлк, и отчёт готов, в общем-то. Но никогда не заменят живого священника. Никогда. Как и никогда не заменят любого человека, который должен пообщаться с другим человеком. Так что бояться нечего. Надо любой появляющийся инструмент в нашей жизни использовать во благо. Можно топором старые деревья рубить, дрова рубить, а можно старушек-проценщиц. Что топор плох? Нет. Человек плох. Коллективный раскольников. Так и здесь. Когда-нибудь нейросеть нажмёт на красную кнопку и весь мир сгорит. или нет. А можно пользоваться пока она вполне себе подчиняема во благо людей и обществу. Назвать абсолютным злом, конечно, невозможно. Просто можно спокойно пользоваться. А батюшкам ещё можно никогда не переживать. Даже если когда-нибудь, когда какая-нибудь операция будет полностью от начала до конца произведена роботами с помощью использования искусственного интеллекта, то всё равно никто не будет роботов с искусственным интеллектом крестить детей. Никакой робот не совершит евхаристию. Потому что в нашей среде, в духовной среде только личность воспитывает личность. Только личность может восприять благодать Духа Святого, которую может передать другому. Так что не бойтесь, пользуйтесь. Всё, что можно использовать ко благу, оно ко благу и идёт. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok